Почему я и болтаюсь по этим больницам? Это не то потому, что я должен тебе помочь лечить. Ты сам знаешь, как здесь лечить людей? Ну да, контроль какой-то, да, министр встряхнулся, все по вертикали понимают, что президент спросит. Я уже специалистом практически тут стал по этим всем болезням. Но, тем не менее, для меня очень важна вот эта оптимизация. Надо сконцентрировать деньги для того, чтобы помочь врачам. Вот мы сейчас за счет ковида прилично подняли зарплату врачам. Так же? Да, ну вот приличная зарплата. Моя задача, вот я ему все время говорю, надо сохранить этот уровень. Вот ковид уйдет, а уровень зарплаты, ну хотя бы, ну если там чуть-чуть и упадет, то немного. Ну вот две тысячи это все, это меньше нельзя. А если удастся две пятьсот, ну это вообще отличие. Это у тебя две пятьсот. А в среднем оно у врачей будет и больше, потому что еще высокотехнологичное добавится. В реанимации же больше. Да, 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 да. Поэтому вот уровень этих зарплат для врачей надо сохранить. Тысяча двести у нас это общее. Ну я знаю, у меня есть. И нету на сегодняшний день, кто получает меньше тысячи. Ну вот, врачи пойдут у нас бюджетно в сфере, как локомотив по зарплате, а к ним будем и учителей подтягивать. Не может быть страны, я уже говорил Могилевич, страны без врача и учителя. Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников. Об этом заявил президент, посещая Оршанскую городскую центральную больницу. Александр Лукашенко детально поинтересовался назначением и загруженностью объектов на территории клиники. Заслушивая доклад о положении дел в сфере здравоохранения, глобальной и Витебской области в частности, президент потребовал рачительно относиться к средствам, которые государство выделяет, и максимально эффективно выстраивать работу медучреждений. При этом не раздувать их количество, не строить без лишней необходимости, а оборудовать то, что есть. На стационарное лечение государство тратит немало деньги, а потому без лишней необходимости пациентов не стоит задерживать в больницах. Высказался президент и о кадровом вопросе в сфере здравоохранения. Есть определенная нехватка специалистов, в основном узкой направленности, например, анестезиологов. На их подготовку государство тратит большие деньги, сами будущие врачи образование могут получать бесплатно, а после уезжают за границу. Александр Лукашенко поручил Минздраву рассмотреть варианты решения проблемы. К слову, главврач Орша – анестезиолог. Он и провел экскурсию по клинике, а после президент в 18-й раз направился в красную зону. Под нее здесь выделили один корпус, четыре из пяти этажей заполнены. Как вы здесь? Ничего. Я в магазине. Так, а что, у вас свободные эти конки, да? Сейчас у вас есть. Больная. Женщина, да? Да, женщина. 72 года. Находится в оборудовании. В третеной игре? Да. Ну, а сразу сюда или не идут? Сразу сюда. Она поступала сразу в съемное отделение. Лидия была скорая. Мы ее встречали с поселочем. Как у вас настроение? Рабочая. Говори, чего не хватает. Медсестра всегда знает, что чего-то не хватает. Все у нас есть. Все есть, да? Все есть. Выздоравливайте. Александр Лукович, здоровья вам. Сохраните нам Беларусь. Мы за вас. Спасибо, Александр Лукович. Чтобы мы вас увидели настоящего. Я не видел. Живой я. Живой, да. А то некоторые пишут, что двойник приходит. Да, ну. Никогда не было. Нас пенсионировать не возьмешь. Я знаю. После президент пообщался с сотрудниками клиники. Они попросили провести техническое дооснащение больницы. Глава государства обещал посодействовать. Позже Александр Лукашенко поехал на Оршанский мясоконсервный комбинат. Глава государства решил устроить незапланированную инспекцию. Традиционно проблемного предприятия.